Здравствуйте, ребята и девчата! Меня зовут Оксана, и я рада приветствовать вас на своем канале Страна Мурляндия. И мы, как всегда, начинаем начинать. И сегодня я расскажу свою реакцию на новое видео. Сам был Адамяна, а пока вы слушаете мой обзор, я предлагаю вам полюбоваться кошечками моей подружки Наташи. Рыженькую зовут Соня, а полосатую Ариша. И первое видео моего обзора называется «Мама сразу берется за ум. Надолго ли?» Подходит сам был к мамкиному дому. Сидят две барыни-боярыни на скамеечке возле подъезда. Зина и Татьяна Васильевна. Что вы думаете? Васильевна ручки сложила, отдыхает, а у Зины две торбы в руках. Это, значит, сопровождает свою госпожу по магазинам, покупает продукты, таскает сумки. Но чисто слуга в лаптях. А Васильевна, барыня-боярыня, звезда сия Ютуба, только приказы раздает. Но сразу Татьяна Васильевна стала жаловаться, что давление у нее низкое 103. Хотя язык у нее реально, ребята, еле ворочается во рту. Поднялись на пятый этаж, проверил сам был все сумки. Запрещенки не увидел. Понимает Васильевна, что если будет у нее сахар 10, то ее день рождения в этом году отменяется. Такой был ультиматум у ее сыночка. Сам был, как всегда, изобретает велосипед. Решил приготовить ей блюдо, от которого сахар у мамки упадет до немыслимых результатов. На жирку от рульки пожарил яичницу. Наколдобенил целую миску салата. Туда же в тарелку добавил, что вы думаете, ну как обычно, тушеную капустку. Их любимое блюдо. Ешь, говорит Самбел, пей таблетки. И через два часа контрольный замер. Вот увидишь, какой будет сахар. И пока он на кухне готовил, объяснял мамке, что ей самой можно приготовить, холодильник был все время открыт. Они реально не понимали, что они творили. Холодильник столько расходовал энергии, чтобы остудить всю кухню. Ну как так можно делать, а? А потом он удивляется, почему за холодильником лужи. Так вот как раз из-за этого. Только кто бы им об этом объяснил? Носом их натыкал, что так делать нельзя. А что вы думаете про его кетодиету? Ну что не говорите, ребята. Ну такому пожилому человеку с таким букетом болезней, и он делает двухразовое питание. О чем вообще думает этот сыночек? Я думаю, что эта диета может привести к очень печальным последствиям. И что мы видим? В следующем видео я в шоке, где результат Надя добила новая жительница квартиры. Сам Вэлл показывает результат своего эксперимента над мамкой. Прямо можно сказать, онлайн замеряет мамке сахар на камеру. Чтобы все видели и дивились. Побежали в глюкометре циферки и добежали. О-паньки! Четырнадцать! Можете ли вы себе такое представить? Сам Вэлл потерял дар речи. А где же его с ног шибательный результат? Ого! Кричит мамка. Сказал семь-восемь. Я ела то, что ты сказал. И что? А таблетки ты пила, Сам Вэлл уже не знает, за что зацепиться. Ну ничего, ничего. Все равно продолжай. Оно может день-два-три, а потом все изменится. Ну побачим, побачим. Василина говорит. А я и не верила, что сахар будет семь-восемь. А утром-то было девять с половиной. И как Сам Вэлл все испортил. Интересно, а будет ли Сам Вэлл наказывать за этот сахар? Как он говорил, отсутствием дня рождения. И если он сам ее всем этим накормил. И напоследок она добавляет. Ого! У меня такого сахара уже давно не было. Но это она преувеличила. Не так-то уж и давно. Вот такие экспериментаторы, ребята. Далее выходит Сам Вэлл с машины. Держит в руках какую-то диковинную штуковину. Показывает зрителям. Знакомьтесь, ребята. Это новая жительница моей квартиры. И сейчас я вас с ней познакомлю поближе. Заходит на порог. А там сюрприз. Коля привел в дом свою однокурсницу Софию. Сам Вэлл заходит. Говорит. Меня Коля спросил, можно ли Софию привезти. Я ему разрешил. Что за глупость? И ничего страшного. Все нормально. Но кого он хочет обмануть? Здесь не надо быть провидцем. Сам Вэлл не желает никаких гостей видеть в своей квартире. Вот кто бы что ни говорил. А я уверена в этом на сто процентов. Да и сама София мне как-то не очень приятно. Особенно мне не нравится, что когда она разговаривает, то машет руками во все стороны, как пропеллер у вертолета. Это сразу отталкивает. И вот он знакомит нас с тем, что он приволок в квартиру. Матери Божьи, святые угодники. Что он такое припер? Банкетку, которая уже 150 лет. И цена этому счастью была 10 тысяч гривен. Когда Коля садился на эту банкетку, я думала, что ей пришел капец. София даже поинтересовалась, Коля, ты там не застрял? Поставили сию вещицу в уголок в прихожей. Типа будут присаживаться на нее, когда будут обуваться. Коля даже высказался, что неплохо было бы еще такую подставочку для ног, чтобы не нагибаться. И подвел итог. Мне все нравится. А я думаю, долго ли она простоит под тяжестью Коли. Максимум, для чего он подходит, это для возлежания кота Томаса. И то весь этот акваквантирят покроется его шерстью. И далее Самуэл проверяет, насколько развит ум у Томаса. Подносит его головой к стенке и ждет, упрется ли он лапками или нет. И Томас стал сопротивляться и упираться лапками. Самуэл это очень обрадовало. Ты видела, ты видела? Извини, Томасик, извини, что я тебя так мучаю. Проверил, убедился. У кота его, ну просто ума палата. И точно так же он изгалялся над котом Пусиком в квартире у мамки. Но коту было так неудобно висеть на его руках. Но он все равно упирался задними лапками. И даже передняя лапка немножко себе помогал. Но Самуэл этого не заметил. Смотрел на него с другой стороны. Говорит, ой, висит как тряпка. И обозвал Пусика тупым котом. Но я люблю справедливость. И хочу доказать, что кот Пусик очень умный котик. Обратите внимание на этот кадр. Но неужели кот Пусик здесь не упирается лапкой? Так что возьми-ка ты Самуэл свои слова обратно. Представляю, сколько еще раз Самуэл расскажет, что кот Пусик не наделен умственными способностями. Вот за эту его постоянную брехню его и не любят зрители. И под конец видео Самуэл включает запись разговора Надежды из недогорок. Как она рассказывает, что ей продолжают приходить деньги на ее счет для операции на второй ноге. И он сделал вид, что от этих слов Надежды он забился в конвульсиях и откинул копыта. А на этом мой обзор закончился. Ребята, девчата, спасибо вам огромное за ваше внимание. Желаю вам прекрасного настроения, терпения и всего того хорошего, что вы себе желаете. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч.